В гостях инженер взаимопонимания организации Простер Гидности Олег Иванов. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Вот этот крик, если услышать, и даже тот человек, который во Львове, и тот человек, который в Донецке, если не захотят услышать крик души, какие потребности, захотят все-таки слушать друг друга. Это будет первый огромный шаг. Не важно, с какой стороны он будет сделан, первый этот шаг. Не важно. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр Беспалый, город Харьков. Очень приятно, слушаем вас. Да, очень приятно. Вы знаете, тут вот очень такой момент, это связанный с тем, что опасность мышебратства со стороной агрессоров. Ведь обратите внимание, наша страна совершенно была не готова к вооруженной агрессии, к гибридной войне против России. И именно это, то, что были не готовы наши вооруженные силы, то, что мы полагались на договор о дружбе, о признании границ, ведь именно же это привело к многочисленным смертям, бедствиям и так далее. То есть очень легко сейчас, например, рассказывать, как я за все хорошее против всего плохого, но тут есть очень большая опасность вот этого... То есть вы к тому, что доверие, да, украинцев, оно их обмануло, да, и сейчас вернуть доверие восстановить очень трудно. Представим себе, что мы сейчас подписали какой-то договор с Россией, мирный. Сколько секунд мы должны, так сказать, верить этому договору? Так же точно, как Гитлеру нельзя было верить, нельзя было с Гитлером заигрывать вот этими договорами о дружбе, потому что именно это приводило к смертям, к бедствиям и... Спасибо большое, спасибо. Мы вас поняли. Олег, это тоже психология, да? Вот, наверное, массовая психология, и сейчас восстанавливать доверие между государствами, между людьми, наверное, то же самое, как и договоры государственные. Вы ключевое слово сказали между людьми. Я знаю такой случай, что один байкер поехал в Россию и участвовал там, пел песни украинские. И с ним все было нормально, он вернулся домой, как бы там ни было. И потом еще девять байкеров из России приехали к ним в гости. И это вот такой шаг к пониманию, чтобы тоже слышать друг друга, доверие. Это очень сложно простроить, но мелочами время нужно еще для примирения. А скажите, а примирение возможно, если одна из сторон не хочет примирения или не понимает, что не хочет примирения? Можно ли заставить человека захотеть примириться? Один из принципов диалога — это добровольность. Это раз. Второе, есть еще шкала конфликтов, где есть такие ступени, где, в принципе, есть разные влияния на разрешение конфликтов. То есть медиация, диалоги, они — это какой-то уровень. А потом... Должна быть добрая воля. Добрая воля — это раз. Для того, чтобы я говорю, один из принципов — это добрая воля. Это все-таки добровольно участвовать. Но есть такая эскалация конфликта, что решает на другом уровне, на дипломатическом, допустим. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, Саша, Одесса. Я полностью согласен с предыдущим человеком, который звонил. И вот я хотел бы сказать, что, по моему мнению, главная цель пропаганды Кремля — это умиротворение украинцев. Что, ну вот как перед Крымом, перед захватом Крыма мы не были готовы проливать кровь и свою, и чужую. И вот сдали его. И вот сейчас они внушают, что ничего не произошло, что все нормально, и вообще украинцы хватит убивать друг друга и заканчивать эту гражданскую войну. И вот по поводу названия передачи, вот кто такой враг? Вот нужно любое рассуждение начинать с определения понятий. Вот кто такой враг? Вот чтобы понять враг, нужно вот противоположное слово — это дружба. Это дружба — это когда общие интересы и взаимозащита. А вражда — это когда воюешь с другими, чтобы получить что-то тебе. И вот что значит понять врага? Это узнать причины его поведения. Но узнать причины поведения — это не значит принять ложь, которую навязывает враг. И вот у меня вопрос к специалисту. Вы поняли, почему Москва оккупировала Крым и Донбасс и залила нашу землю кровью? Спасибо. Спасибо, Олег. Это апеллирует наш слушатель к названию эфира на YouTube, который называется «Война на Донбассе». Как понять врага? Врага в кавычках. Ну вот вопрос. Мне кажется, здесь не удовлетворена самая большая потребность. Это потребность в доверии. И отсюда потребность в безопасности тогда не удовлетворена. Я так думаю, что доверие, когда нарушено, и как раз с этими событиями, и сейчас я слышу, что точно нету доверия. И вот это доверие... Вы знаете, людей можно понять, почему нет этого доверия. Да, да, я понимаю. И здесь вот есть путь к удовлетворению этого доверия, простраиванию. Очень сложно, я повторюсь, в нашей ситуации это простраивать. Но, да, мелкими шагами, и здесь не говорится про то, что там мы, как человек сказал, что там надо успокоить, да, наши...